Против природы нашей. И самое главное, даже не заметили как. То есть женщины сначала начали деться за родном праве, мужчины и женщины родные, до эмансипации. А потом и дальше пошли. Женщина окажется круче, чем мужчина. И вообще зачем мужчина? Хотя с другой стороны, вот здесь от союзов друговы. Ну представьте, если мы можем одновременно вместе смотреть и близко, и далеко, одновременно быстро думать и одновременно быстро делать. И продумывать можем все. Если мы можем... Тут еще такой момент. У мужчин появилось такое качество, женское. Ведь мужчинам действуют, а женщина обижается. Мужчинам все начинают обижаться. Она обиделся. Женское качество. Вы все посмотрите. Если вы обижаетесь, это женское качество. Мужчинам морду удал и забыл. Все, все, спокойно. Где обиды? А женщина может обижаться неделю, месяц. Обиды, гопить, гопить. Это ее нормальное состояние. Дальше теперь посмотрите. Ответственность. Теперь женщина берет ответственность. Я сама подниму этих детей. Я сама все сделаю. Я сама. Она берет ответственность, взваливая от себя. Потому что он качественный. А мужчина теперь, ну как-то решит, дайте мне. Он не боится ответственности. Он теперь не так, как маленькие ребенка при жене. Извиняйте меня. Я понимаю, но надо в себе разгрывать мышкие качества. Вы смотрите, анализируйте, кому это присуще, женщине. Вот ваши все эти вещи. Кто хладит, может быть, в семье? Ну скажите, кто хладит? Мужчины. А? Мужчины. Мужчина, мы уже на предыдущем семинаре. И правильное ответие мы точно знаем. Ну не все там были. Я был, я точно знаю. А все молчат. То есть есть сомнения. Большие. А мужчины ли? Может мужики у нас или мужчины? Ну пожалуйста, Лер Полстой в своей рассказе казаки написал такой момент, что казак с казачкой переругиваются. Потому что казак по своей жизни вечно где-то в походах лазит. А жена по хозяйству была. И он это прекрасно понимает. Что вот здесь, вот в этой станице, вот в этой, за этим тыном выхуса. Вот на этой территории. Вот что тут, ну по месту, она главная. А там на круге, на совете. Он главный. Он решает, куда идти. Потому что он видит далеко. Ну я не против. Я не против. И вот он главный в семье. Вот, я теперь хочу сказать. Ну бывает тоже, вот как-то в холпе, мой друг слышал такой разговор, что вот ругалась молодая семья, друг с другом, ну там, припиралась. О том, что, ну, парень говорит, вот пойдем туда, вот туда, туда, туда. Ну девушка отвечает, нет, мы пойдем куда, я скажу, а там ты будешь руководить. То есть, тоже почему-то это такое вот свойство. Хорошо. И это правильно? То есть... Я не говорю, что это та, не говорю, что это та у нас в нашей жизни. Нет, она в нашей жизни еще больше. Я могу сказать, что проще. То есть, мужчина говорит, как мы их сделаем? Мужчина говорит, как ты скажешь? И так легко. И мужчины очень хорошо. Я могу даже сказать, откуда это ноги растут из этого дела. Почему так происходит, могу еще сказать? Ну, первое, нет приемственности, нет образцов, как воспитывать мужчин, мальчика воспитывать из мальчика мужчин. Нет образцов, как воспитывать из девочек и девочек. Утянут. Но, дальше мы говорим. Теперь смотрите, у нас есть общее обучение вместе. И мальчик из детства усваивает, что девочки умнее. И дальше, создав семью, мальчик же долго думает. Есть проблемы. Мальчик долго думает. А женщина сразу выдает решение. Я на умное. Причем она умная сразу, с рождения. Она сразу знает. Вы посмотрите, ваши дочери уже вам будут выдавать умные заветы. Очень умные. Такие, что, смотрите, сколько лет, она уже как старуха была, все, знаете, точно так и так. Она уже умная. Так вот, посмотрите дальше. И мы понимаем, что совет-то правильный. Совет же правильный. Пойми, подумали, больше, что правильный. Мы им, да, хорошо. Следующий момент. И опять она выдает решение. И опять мы скажем, да, правильно. И в конце концов, когда возникает третья задача опять, мы даже уже не спираемся думать. Мы ждем, пока она скажет. Но она же правильно говорит. И она говорит. И потом она дальше говорит. Она уже теперь, она уже не ждет. Она уже не спрашивает, она просто сразу же говорит. И мы соглашаемся. А приходит победа, она говорит. Так как решили? А мы не знаем. У нас это место, которое думать нужно, уже хоп-па-сло. И даже напрячь себя, чтобы что-то подумать так тяжело, что не хочется. Я говорю, ну ты же сама знаешь, как лучше. Ну давай, как ты хочешь. Я говорю, чтобы тебе было хорошо. Как ты хочешь, зайти и делай. Классно. Ответственность людей. Заработал то, что ты понимаешь. А теперь дальше. Я теперь расскажу, почему мужчина должен быть главным. Он реально должен быть главным. И это очень важно. И очень важно проявлять мужские качества. Почему? Ну, во-первых, давайте так. Когда-то очень давно я тоже ту лицу проводил. Расскажу, как мужчина выбирает, или женщина выбирает мужчину. Ну, женщина выбирает мужчину. Лишь только тех мы женщин выбираем, которые нас выбрали уже. Вы что-то знаете, да? Не надо эту тему объяснять. Или кто-то сомневается. Считает, что он выбрал. Нет, скажите, кто считает так, я объясню, что это на самом деле не так. Вас выбрали. И вы выбирали из тех, кто вас уже выбрал. То есть вам не было ни одна, а может быть две-три выбрала. А вы из этих двух-трех выбирали сами. Вот это. А она вас уже выбрала, поэтому у вас как раз и сошлось так. Как-то так. Потому что тех, которые выбирали, вы, а вас не выбрали, у вас не сходило. Вы только раз, а вам нуль из мага. Вы понимаете. Ладно, мы идем все и другую. И чтоб Россия идут. И так далее. Ну, я, наверное, решен. Если вы возражаете, если что-то не так. Вот, поэтому это первое. Теперь с ним будет есть пристань с горблями. А вот тут-то два девушек. Ну, тут, кстати, понятно, стоят капитаны, у каждого салу-каром-каром-каром. Это как бы и происходит. Ну, вот тут одна мануна говорит. А куда ты плывешь? Она говорит, куда? А мы так прикидываем. Да, мне туда надо. Я согласен. Садимся. Поплыть. Ну, ее везут. Понятно, капитан главный. Он же знает, куда везти. Он-то знает, куда везти. Ей просто совпало. Ей понравилось, куда надо. Следующая подходит к этому. И она не спрашивает, куда надо. Она смотрит. Корабль классный. Капитан красава. Мне нравится. Давай я в какой-то поплыву. Не спрашивает, куда. Ну, он думает, что ему туда. А она-то, он думает, понимает, что и не туда. И когда они уже поплыли, они подошли. Она говорит, не не туда. Ну, как не туда. Она говорит, иди отсюда, я буду рулить. Короче, они берутся за руку. Все время. У них постоянные ссоры. Ну, это как ты расскажешь, куда пойти. Ты пойдешь туда, ты пойдешь сюда. Это вот тут. Потому что они не согласовали, куда это ты. На берегу-то не договорились. Ну, приедем. А потом, говорит. Я говорит. Ну, я вообще-то, не знаю. Ну, все же, что-то плывут. Ну, и вроде я поплыву. Ну, просто, ну, все же, что-то садятся на камеру и ездят. Ну, сел и поклывал. Ну, отдай сюда уже как карта ряжет. Потом, говорю. Ну, вообще, ты че? Ты шо хочешь? Я, как, вообще вышла сюда вот, туда-обратно. А ты куда-то тут бурешь? Третья вообще решила прокатиться. Ну, то есть, короче, неосознанный выбор порождает проблеме дальше по самоотношению. Но, теперь мы посмотрим. С этим понятно. Ну, я сейчас вам принесу таким штук. Что? У нас здесь тоже затечение современное. Ну, один вариант современной жизни, то, что у нас большинство, это вот так. Это наше тело. Это наша душа. Это дух. Управляющая структура сверху, понятное дело, тело рулит все. Ну, то есть, животная душа. То есть, человек живется ими инстинктами. И животными потребностями. Есть, пить, спать, совокупляться и получать удовольствие от жизни. Житель. Житель, да, животные. Скотинка, в общем. Большинство сегодня таких. То есть, здесь, посмотрите. Здесь получается, что тело унитает душу и дух. То есть, природа, то есть, эта природа унитает божественное начало. И возникает вопрос, а зачем он пришел сюда, в человеческом теле, но с такими запросами и замашкой мог бы и животным остаться. Зачем человеку? Согласен? Согласен? Или нет? Или нет? Такой вопрос ему зададут кто-то после смерти. Следующий момент. Есть у нас вот такая, где у нас идет дух, душа и тело. Ну, здесь люди, которые говорят, так, нам ничего мирское не нужно. Мы вот и делаем на пупок, и духовно растем. Духовное развитие телесное, мы здесь свое это хрешное, оно вообще не нужно. Мы вот готовимся вот стать телом. То есть, божественное здесь унитает природное. Унитение опять. Возникает вопрос, а что пришли в этот мир, в человеческом теле, в явный мир пришли? Если вы такие все себе просвещенные, что бы не воплотились там уже в тонком мире, где не нужно тело, где не нужна эта материальная природа? Угнедение же здесь, угнедение здесь. И есть третья структура. Ну, то есть, вот этих у нас, вот так вот, 90%. Вот этих у нас, допустим, 3%. Есть еще одна такая структура. Где? Все гармонично. Никто никого не гнетает, но управляет духом. И душа. То есть, божественно управляет телесным. Но все гармонично развивается. Никто ни у кого не гнетает. Интересная структура. Вот в этом есть мысль. Жить в явном мире именно в такой структуре. А все это там походы? На всех возрастах жизни? Потому что пока мы маленькие, у нас скорее всего... Не, ну мы берем... Ну, не, мы начинаем с животного тогда. То есть, 7 лет это чистое животное вообще. И я так же, ночевая на закате жизни... Невозможно. Невозможно. Человек, которые приходят вот... Вот это вот зырь. Я озрелся с этим сказал. Не один зырь. Я озрелся с этим. Люди к этому идут. Ну, всякие люди, всякие разные... Ну, что с рождения, что... Года сидели. Великая Бога. Нет? И это тоже... Он в детстве таким днем... Только он мне уже тогда еще меньше было. Он такими остался. То есть, он живет просто инстинктами. Дело в том, что на самом деле нельзя задавливать ни природу... Нельзя задавливать свои инстинкты. Ну, просто и не нужно управлять. Вот здесь идет угнетение инстинктов. Все. Ничего нельзя. Ничего не нужно. Это все вредно. Я сохраняю энергию для божественных откровений. Теперь дальше посмотрим. А теперь посмотрите, где здесь мужчина, а где женщина. Так вот, мужчина — это дух. Это мужчина. Дух воплотиться в материальном мире может только в материи. И эту возможность дает женщина. Потому что женщина — это душа. А тело — это то, что их объединяет. Когда они вместе. И они создают новые тела. Которые он подкарывал по треугольнику. Нет, но подкарывал. Начали. Ты же нам сказал начали. Конечно. А никто не отрицает. Но в них есть возможность вырастить подобные к себе трансляции. А вот здесь ничего не родится. Это засухшее дерево, засухшее релье. А здесь наплодится что-то, что потом не будет знать, что с ними делать. Кто-то меня спрашивал… А, пошел шоу уже про проститутку, да? Ну, можно что-то рассказать. Нам интересно. Он сказал в детских рассмотрениях. А, детских рассмотрениях. Ну, надо рассказать. Да. Ну, просто чем… Просто есть еще такие понятия, как законы, которые… такие правила, где… Чем, допустим, плохо изменять мужчине или женщине. То есть, если у женщин много мужчин… А вот теперь у него, смотрите, есть… То есть, при первом полуконтакте мужчина отдает женщине область духа и крови. То есть, он дает энергию года жизни, три месяца из которых идет на закрепление образа духа и крови, а девять месяцев – на водонашем нерве. Независимо от того, будет она верена от этого. Он дает ей. И у нее это закрепляется. Почему важно действовать? Потому что действовать – это не физиологическое понятие, а это полевое понятие. У нее матрица души чистая. Там нет еще отпечаток. В ней печатаются образы. Вот если это шпектр, то у нее, допустим, отпечатался вот такой образ. Это у мужчины. Вот такая частота. Причем она уникальная графика. Даже круче, чем отпечатки пальцев. При ушной ноге. Это частотная характеристика. Вот у нее отпечатка. Теперь следующий у него мужчина. Следующий мужчина. Следующий какой-то мужчина. Тому и тому. Какой-нибудь такой вот спектр. И так далее. Рождается у детей. И рождается у детей. И у детей будет вот такая вот характеристика. Частотная. Вот с тобой будет. Если это девочка. Ей не будет хватать энергии. Она будет искать постоянно мужского общества. Потому что там она будет восполнять эту энергию. И она пойдет наполнять, в конце концов. То есть это однозначно будет в общем. Пойдет в руках. И нужно будет все время требовать мужской энергию. У нее будет нехватка. Если мальчик. То вот эта вот нехватка. Вот этот вот пропел. Приводит к тому. Что он становится разрушительным. Он разрушает все вокруг. Что только можно. И когда уже все разрушит все вокруг. Может он разрушает себя. То есть до больше 27 лет они не живут. Накладывают руки на себя. То есть он разрушает все вокруг. Само бизнес становится. Часто убивает свою мать. Ну то есть разрушает все что могут. Ничего с этого не происходит. А кроме того. Вот эта вот частота. Это принадлежит к определенному роду. Это родовая частота. Это не данному мужчине. А частота рода. Теперь. Вот эти дети. Они не прижат никакому роду. Они юродивые. Они изгои. Они вне рода. У них нет общего. Сидим. Понятно? Теперь давайте давайте. Бывает жизненное обещание. Мы не в психологичном мире. Неправильно нас воспитывает. Мы не знаем как. Вот есть степень. Матрица женщины, частотная характеристика. И теперь женщина изменяет мужчину. Вы идете к женщине за мужем, которая была там. Но вы не первые женщины. И соответственно, ваша частота теперь не совпадает. Получается вот такая дырочка. Вот в эту дырочку и свою энергию каждый раз, когда приходите, вот жизнь энергию, года жизни и отдали. За каждое посещение. За каждое поле год жизни. Своей супруги. После того, как вы поставили, участвовали на характеристику свою. Один раз. Кстати, она вам не вернула. Женщина. Вы, женщина, идете в энергию до жизни. А в ней есть некая сила, которая стимулируется этой вот энергией. И она вам возвращает силу, которая открывает вам родовый канал. И дальше вы, женщина, отдаете уже энергию до 9 месяцев. А она вам возвращает, и вы ничего не тратите. А с рождением детей, вы общаетесь со своим ребенком, и он вам возвращает энергию. Вы еще больше получаете. Если вы не общаетесь со своим ребенком, до 12 лет он с вас энергию тянет независимо от того. Знаете вы о его существовании или не знаете? И он знает или не знает. Вы все равно питаете его своим ребенком. Бывают случаи, что женщина была замужем и выходит опять замужем. Как решается вопрос? Раньше просто решалось. С помощью были жрецы, которые стирали чужую руку. Ну, прежний образ. Прежний мужчина. Стирали образ. Были техники. Кстати, фильм тоже, типа «Храброго сердца» был фильм, где показывали, как там очищали волхвы, когда солицу ее дочи снасиловали, когда они там водоеме, там, и прям семя это такое, шкарал на водоеме. Не помощь, как фильм называется. Ну, было даже такую. Показали, типа, технику. Ну, не важно. Но дело в том, что есть другую. Сейчас нет таких волков, нет этого ничего. Но есть другая сила. Есть сила любви, которая способна сжечь чужую руку. Образ прежний мужчины. Искренняя бескорыстная любовь. Но любовь, она должна быть. И тогда она сжигает, и тогда вы не тратите энергию. А так все ходоки, которые ходят по женщинам, живут недолго. Помните, мы говорили про три батарейки? Вот энергия жизни, это имеется в виду та, которая отвечает за наше долгожительство. То есть, глядяю, к годам сорока-пятидесяти вы уже и износились. Просто, как батарейка в эту энергию. Бам, и все. Кончается батарейка. Шов упал, не проснулся. А если еще плюс, в чем мы не гармонично живем, то еще энергия тратится на подпитку этих всех разных систем наших, на борьбу с болячкой и так далее. И не хватает еще больше. Еще и в болячках это все заканчивается. Эд, это понятно? А мой вопрос? Да. А я там тоже по этой месяце роликов в интернете рассмотрел, сколько я кашлял.